Латвийские дороги слишком убыточны. В Министерстве сообщения даже точную цифру подсчитали – 880 миллионов евро. Именно столько в общей сложности теряют латвийцы ежегодно из-за плохих дорог. Ехать приходится дольше, траты на топливо увеличиваются. К тому же встал еще один важный вопрос – за какие деньги будет осуществляться ремонт дорог в ближайшем будущем, а точнее в 2018 году, когда завершится финансирование ЕС. По словам исполнительного директора Латвии СССР, сейчас около 60% ремонтных работ ведутся за средства ЕС. Но несмотря на это, качество дорог в последнее время улучшилось. То, что нам закажут, то мы и построим. Разница между тем, что было 10 лет назад, и тем, что есть сейчас – знания заказчиков. Они большего требуют и правильно оформляют заказы. В Латвии СССР с целью ужесточились требования к качеству материалов и технологиям, и даже некоторым деталям работы. Бруновс также за воссоздание дорожного фонда. И не важно, как он может называться. Главное, чтобы деньги шли на дороге. Ведь если в 2018 году не будет госфинансирования, не будет не только ремонта дорог, но и рабочих мест для тех, кто этим ремонтом занимался. Ведь в сфере задействовано около 4 тысяч человек в сезон. Плюс еще те, кто работают в смежных отраслях. В общей сложности более 10 тысяч человек. Это население таких городов, как Бауск или Добыла. Недовольны латвийскими дорогами и водители. Если спросить, как оценить вообще состояние дорог в Латвии. Здесь, я думаю, можно очень хорошо сравнить с тем, что средняя температура больницы 37,1. Вроде не совсем плохо, вроде не совсем здоровый, больше здоровый, чем больной. И то же самое, если спрашивать, как оценивать состояние дорог в Латвии. То же самое, невозможно оценить одной лентой, одним аршином все дороги. Главная ошибка, по мнению Звирбулиса, неопределенные приоритеты. Куда и как вкладывать имеющиеся средства, которых, кстати, не так много. Недовольны латвийскими дорогами и в полиции. И проблема не в ямах, а в инфраструктуре. И здесь сразу несколько важных факторов, которые могут стать решающими в вопросе жизни и смерти. У нас фиксируется много таких происшествий, когда они могли бы не произойти, если бы была другая организация дорожного движения. Но вот и то, что мы как раз в последнее время замечаем, это те аварии, когда один из водителей заезжает на встречную полосу движения и совершается фронтальное столкновение с другой автомашиной. В идеале на дорогах должно быть ограждение и полосы для обгона. Тогда можно было бы избежать не только многих аварий, но и сохранить чью-то жизнь. Однако кое-какие изменения все же есть. Например, строительство круговых перекрестков нового образца и попытка ввести акустические полосы, как в других странах Европы. Анастасия Дьякнова, Никита Алексеев, Динтерспринтис, Латвийское телевидение.